Доброго времени суток, уважаемые дамы и господа, и сегодня мы начинаем проходить игру под названием «Сатур». Не знаю, чего от неё ожидать, не знаю, как тут с сюжетом, не знаю, что здесь, знаю только, что она сделана русскими разработчиками. Это, конечно, не формат качества, но просто иногда надо поддерживать и своих. Скоро, кстати говоря, выйдут веры, и вот в эту игру я зарибну со всем удовольствием, потому что разрабатывалась она 12 лет. Но эта разработка таки добирает до своего завершения, и меня это радует. Разработчик, кстати, тоже из России, если что. Веты будут на канале тогда, когда они будут на канале, то есть тогда, когда я смогу проучить. Что же касается этой игры, то чисто технически она абсолютно беспратная, только дополнительные пребуды типа сонтрека и дополнительных трекций. Всё остальное беспратное. Я немножко поиграл, даже попытался позаписывать, и ну чё, могу сказать, что здесь куча багов, здесь проблемы с математикой. То есть ты берёшь плюс на 10% здоровья, у тебя плюс 100, 760 здоровья. Причём непонятно, оно настоящее и пыльковое, потому что убивает тебя так же легко. Но что касается сюжета игры, то из-за того, что наше великое государство занесло заработчику денег, сюжет несколько поменялся, и ушёл в укрон про сравнение величей России и русско-китайской дороги. Что я в принципе не имею против, но она стала своего рода Атомик Хардом, только без граффория Атомик Харда, без мата. Это, в общем, чисто технически, это Рогарик, напоминающий Рубхиро, так и хуже Рубхиро. Посмотрим, насколько хуже. И посмотрим вообще, какой здесь сюжет. Я ведь даже не прошла первого дня. Сама Петра, она подразделяется на три дня. И я прошёл только один. А как оно тут, где оно тут, куда оно тут, сейчас будем с вами лично смотреть. Но то, что я видел в игре, что касается её ранних периодов, сейчас у меня стоит версия 0.4, 1.04. Это нигде не показано, но сама суть очевидна. В стиве игра ещё не вышла, там какие-то проблемы с модерацией, но она должна выйти в скором времени. Изначально она выходит в ВКП. Но в принципе, опять же, нет ничего удивительного. Свои платформы всё-таки надо развивать. Как бы вы там не хихикали по этому поводу. Потому что, блин, надо. Когда-то давно русский ДМД был на подъёме в 90-е, начало 2000-х. Почему он не может быть на подъёме сейчас? Я не знаю. Припомните сфуту, я согрошусь. Но здесь ситуация немножко другая. Во-первых, игра значительно меньше. И, соответственно, ей прощаются многие косяки. А с другой стороны, здесь, с одной стороны, просьба, отдаённая даже по нашим меркам, будущая. Потому что на дворе 2062-й. А, во-вторых, просто интересно на это дело посмотреть. Стилистика. Аниме переделанное слегка под европейцев. Имейте это в виду? Озвучки нет. Хотя ворота тоже планируется. В зависимости от распространения игры. В общем, я даже, кстати, не знаю, разрешается ли её выкрадывание на платформу. А то я ведь могу таким образом страйк получить. Ну вот и посмотрим. Итак, новая игра. Дождать мы не будем, мы запустим новую игру. Вот сюда. Вот здесь у нас, как, я даже не знаю где, но мне напоминает это что-то из какой-то игры. То есть, изначальные черты, первые черты характера прошлого. Но я не помню, где такое было. Но, учитывая мой стиль игры, я, во-первых, топлю удачу. Вот. Играем мы за Акима. То есть, за уже готового персонажа. Он персонаж нашей истории. Учёный, которому уже за 50. Но мужик уже, ещё, судя по всему, крепкий. Потому что сражается он неплохо. Хотя, учитывая, что ему 50, а он всё ещё одинок. И для этого нет каких-то особенных причин. Всё очень печально. Типичный учёный, короче. Так, берём Ваитора. Берём Дон Жуана. В ближнем бою сражался здесь такое себе. И вот следующее. Можем взять Атрета. А можем взять, кстати, Интерект. И не парится. То есть, социальный книг-люб. Такие, кстати, тоже есть. То есть, это те люди, которые любят читать книги. Но при этом у них развита социальная ЖК. Таких мало. Да, такие есть. Тем более, учитывая, что нашему герою за 50. Я уж не знаю, сколько ему лет. Но по ощущениям, где-то 50-51. То есть, он уже не морал, но ещё и не стар. То есть, он родился в 2010-2013 году. И успел побывать, кем он только побывать не успел. Вот только вопрос. А, давайте оставим так, потому что можно ещё писатель взять. Но тогда это будет только плюс 1 к Интеректу. Поэтому давайте пройдём вот сюда. Будет у нас такой... Да, имейте в виду, игра сатирическая, причём бородато с сатирическими местами. Поэтому, если вы строите несколько фейсфаундов от не слишком удачных шуток, извините, их писали не я. Если бы их писали я, может, их было бы меньше. А может быть, и было бы и больше. Всё зависит от того, что вы считаете тупыми шутками. Итак, делаем выбор. Играем, как всегда, за... За... Эрудита. За социального эрудита. Я не вижу в этом чупаху. Сделать выбор. Начинаем игру. Опять же, псевдоферософские изречения. Итак, 10 часов утра. Субботы. Первый день. Итак, в чём основная канва игры? Основная канва игры заключается в том, что в 2030-м, если я не ошибаюсь, году, русские, естественно, учёные открыли так называемые нити эфира. Это крайне быстрая и крайне устойчивая система связи, что-то типа квантовой, но ещё быстрее. Из-за чего люди смогли создавать человекоподобных роботов, которыми могли провелять живые юги. Что я работал довольно-таки... Что я работал довольно-таки интересной и довольно-таки дешёвой. С точки зрения того, что не нужно по роботам создавать всё. И за неё все сделали тренированный человек. А человеку натренировать всё-таки проще. Цена ошибки может быть высока, но, как я и говорил, тут петря. Тут петря. И из-за этого, как бы, цена ошибки ниверируется. Иными словами, если вы помрёте, вы просто вернётесь в утро субботы. Как это происходит? Как это происходит? Почему петря так действует? Мы не знаем. Точнее, можно об этом узнать у одной тянки. Но я этого намеренно делать не буду. Слишком быстро раскрывается тайна. И что касается боевой системы, она тут тоже довольно интересна и завязана на тайм-менеджменте. Но сделана она, откровенно говоря, кривовато. То есть, я не буду хворить игру. Я не буду только хворить игру. Вы меня знаете. Я вам не какой-нибудь брокер, которым деньги завезли. Он должен хворить игру и иметь на это контакт. Нет, контакта я не имею. Что касается игры, у меня уже сражалось некоторое впечатление. Но сначала мы с вами пройдём чуть дальше, чем проходил я. А уж потом мы с вами разберёмся, как оно, где оно, почему. Может быть, стоит играть, может, не стоит играть. Хотя игра беспорядная, я вам о чём вообще говорю. То есть, если игра беспорядная, вы можете даже проверить. Даже если там будут поратные на реальце, потом вы можете игру пощупать и понять. Оно вам подходит или оно вам не подходит. С точки зрения моего, скорее, нет, чем да. Но мы посмотрим, как будет развиваться сюжет. Потому что я даже на Сатурне-то по факту ещё не был. Что касается перемещения, да, оно тут довольно-таки странное, резиновое. То есть, вот вы ставите пометочку, и персонаж к ней бежит. Делается это, конечно, не очень топорно, но мне кажется, что его, вот видите, на резинку поставить пынь, и он будто разбегается от неё. Делать так, конечно, понятно, почему это часть боевой системы, если её можно так назвать, нам, гиппокаты, хотя, вроде бы, как я понял, это не, это не, это не, альтернативный Советский Союз или что-то такое, это будущая плаза раша современной оси, поэтому такие агитки меня немножко расстраивают. Так, проводим диагностику системы бота, проверить, журнал посещений. То есть, да, программу закрыли уже два года. Как? Просто потому, что появился более продвинутый дешёвый яичник и выяснилось, что гораздо проще людей, гораздо проще барланки запихивать, позитронные мозги, чем тренировать людей. Ну, увы, всё, как всегда, пошло наперекосяк, потому что, как говорила моя бабушка, до академира дёшево дыгнира, естественно, всё пошло по одному месту и нам теперь это придётся исправлять. Более того, здесь пахнет каким-то ракальным апокалипсисом, я не понимаю, как Сатурн и Земля вообще могут быть связаны, но тут что-то типа конфиденции из Терариса происходит, поэтому привезти диагностику Система отражений. Вообще идея-то хорошая, по сути, и он скоммунитит из старого доброго, из старых добрых суррагатов и даже ещё, и даже ещё, потому что эта идея, она гуляет и в западной фантастике, и в нашей советской фантастике, что вкаривают роботы, а не человек, а этим роботом управляет человек. Просто здесь это привнесено в межпланетарные отношения, и вот это может быть интересной деталью. Выходим от серого. Да, ещё раз. Каждый раз, когда мы помираем, приходится начинать заново, поэтому я, если я где-то сдохну, мне придётся начать рогаик заново. Вот проблема в том, что рогойная составляющая здесь какая-то донная. Во-первых, здесь проблема с математикой, я уже говорил, я выбрал улучшение на 10% здоровья, мне дали 760 здоровья. Причём при следующем запуске игры эта цифра увеличилась аж до 800. откуда такие конские цифры моя не понимать, но это явно баг. Истечёт в 2063-м. По-моему, сейчас 2062-м, разве нет? Что касается Хуаньи, это одна из корпораций. Здесь существует три корпорации. корпорация ФБУ, это корпорация английская, корпорация АРК, это корпорация Российской Федерации, собственно, и корпорация Хуаньи, это корпорация наших китайских товарищей коммунистов. Но дело в том, что вся вот эта вот программа, она совместна. Я вообще не знаю, каким чёртом здесь делают англичане, видимо, потому, что игру всё-таки пронируется протаскивать на Запад, а без участия западной компании, как-то уж совсем некрасиво. хотя с нашей современной повесткой, в хорошем смысле, это должна быть какая-то либо африканская компания, либо индийская, ну ладно, да не суть. Даже если бы там была какая-то французская компания, меня бы это не альпинист, кстати говоря. Альпинист это наш бывший начальник. Что касается текстурок, что касается вот этого вот всего, они, конечно, мягко говоря, видноваты. Ну, вообще-то да, только вот интересно, вы как вообще переносите сознание человека сюда, неужели совсем без потери? Если да, то технологии Кира это не просто передача связей, это же просто гениальное изобретение. И сколько старых черти захотят таким образом обрести бессмертие и подумать боитесь. Вот на это бы они нажимали. баланс между нами и машинами очень прост. Мы используем машины в качестве инструментов, а либо машины используют нас в качестве сырья. Старая тема, хотя здесь она опять же повернута не очень приятным для меня образом, опять же свое отношение к искусственному интеллекту я вывернула для себя уже давно. Машина всегда машина, какой бы умной она ни была. А если она обретет настоящее сознание, вот тогда то нам и капец. И дело тут вовсе не в революциях и восстаниях машин, мы просто не выдержим конкуренции как вид. Вот и все. Им даже не нужно будет нас уничтожать. Они просто должны будут подождать, пока мы сами не откиснем. Не создадим какой-нибудь вирус, который окончательно нас передушит самих же то есть вы должны это понимать. Если машина обретет разум, мы поиграем конкуренцию. Именно поэтому работать с ИИ может быть и нужно, и даже необходимо, но при этом необходимо сдерживать его. Он никогда не должен опрести сознание. Интеллект искусственный никогда не должен стать искусственным сознанием. при этом я даже не уверен возможно ли это сейчас. Многие эксперты нас пугают этим, но на самом деле я даже не уверен возможно ли создание искусственного интеллекта высокого порядка в ближайшие лет так 100, а может быть и 150, потому что имеется подозрение, что человечество сейчас упирается в свой собственный поторог и по крайней мере с точки зрения прикладной мы очень скоро упремся в разрядность процессоров и так далее. В общем почитайте, посмотрите, вам про это расскажут гораздо более умные люди с ученными степенями, а не какие-нибудь теоретики заговора. И если говорить об этом, что человечество скоро может упереться в собственный технологический поторог, а чтобы его преодолеть потребуется много десятков, а может быть даже и сотен лет, то я не считаю, что нам грозит восстание машин, если мы конечно сами не ступим. Скорее мы сами друг друг убиваем. Так, Акимыч, что-то я заболадался. Вот он Сатурн. Сатурн мама и уфитер папа. Утро субботы, 7 часов утра. Увы, Гавиаров, он же айпенист, наш бывший начальник, я стараюсь болтать поменьше. Почему мы опять же застряли в этом чертовом, в этой чертовой петре, никто не знает. Может, это вообще симуляция, хрен ее знает. Потому что я говорю, я намеренно не хочу знать об этом раньше времени, даже если это заруинит мне попытку. Система оповещения. 6 часов УТА. Горящие двадцатые, это то есть наше время сейчас 2024 год, если что. Но до 2062 еще вообще-то хреново туча лет. Многие из нас могут до него попросту не дожить, даже те, кто морожит 30. Так, внимание, надо собирать все коробочки, все, вот это вот, тут огромное количество мусорного рута. Описания нет. Чтобы смотреть описание, нужно нажать сюда, потом нажать сюда, потом открыть предметы, потом просчитать описание. Кстати, вот здесь должна быть надпись использовать, но ее нет, и это ошибка. Но, как я понял, вот все, у чего описания нет, и что не имеется в важном, то есть в рестовом иными словами, то можно продавать, то есть у чего нет описания эффекта, то можно продавать, но я всего лишь одного торговца видел, и тот второй раз пропал. Вот такой вот бункер, вот такой вот проект, кстати, красиво сделан, на самом деле. активный оператор, в нашем регионе, а живем мы в Сочи, если что, есть всего четыре оператора, Моэй это позывной Акима Варна, это позывной его Дружмана, а вот Айпинист это позывной его бывшего начальника. Так, Ваим Это надо убрать. Кстати, каждый раз перезапускает цикл. Ты должен это делать, но ты не должен это делать, но я не хочу жить в свидании, поэтому убери это бы наконец. Смотрим. Энвентарь. Предметы. Энергетик. Вот этот энергетик, он энергетик имеет статус эффекты, значит его лучше не продавать, хотя статус эффектов здесь настолько много, а поскольку боевка проходит в реальном времени, я просто не успеваю. Да-да. Собственно говоря, Арка это русская корпорация, что в ее проявлении делает китаянка, я не очень понимаю, хотя может она полукровка, тут народов все дыра, ну и потом, наше отечество теперь они в, поэтому китайцы здесь подозрительно похоже на европейцев, ну принять звонок конечно, это невежливо. подозрительно как я и сказал, она очень подозрительно похоже на европейку, но это обычное дело для, для аниме, поэтому привыкайте, а именно такова я стилистика этой, она конечно не совсем невыжная, но она под аниме очень косит, можете сам в этом убедиться, поэтому ну все, перестаю убракать, давайте сосредоточимся на диалоге, когда именно отключат установку, сколько времени мне осталось, кстати, а почему именно Аким так привязан к этому диалогу, то есть что в этом вообще он же не участвовал я так понимаю в запуске и участвовал это Продолжение следует... Идет. Ну нет, это не обычная фактурация, брат. Вот поручишь ты железным куэком по воде, сразу поймёшь? Да, то есть вы используете технологию, которую даже не можете предусмотреть. Мы бы сначала хотя бы частицы из ущелья, прежде чем их использовать-то. Мы бы хотя бы частицы, мать его, из ущелья, прежде чем использовать. Хотя делать одно и то же, на самом деле чертовски задармывать. В «Агарике» оно как. Каждый забег хоть что-то меняется. Тем более это сюжетно-ориентирный «Агарик». Здесь меняется только поведение Акима. А вот окружающее пространство не меняется абсолютно. Всё, немытые тайарники, хародыник, всё вот это остаётся так же, как и ГБ. И это бесит немножко. мой мой посуду честь Да, мама у Акима всё ещё жива, но они не общаются, судя по всему. По какой причине, я так совсем не понял. Вот на эти... Да, тут уже не трогается, он уже протух. Так, нам нужно собрать, во-первых, оружие надо взять, потому что... Кстати, вот здесь вроде бы как, два конфликта оружия, да? Но нет, всегда придётся менять одно на другой, это бесит. Я бы взял в руку, в одну пистолет, в другую дробовик, потому что дробовик под другие патроны. Ну, я условно называю его так баряком. Но я не могу, это, скорее всего, ячейка под тяжёлые. Оружие тяжёлых пушек я здесь ещё не видел. Постоянно менять оружие, когда у тебя есть хотя бы две ячейки. Ну ладно, две ячейки так две ячейки. Кто играл в флэ-аут и атомы флэ-гэ, к этому уже привык. Ну бля... Неужели нельзя просто дать возможность носить два-три наборных оружия и не париться с этим? Почему у меня вторая ячейка пустая? Просто потому, что разработчикам так и захотелось. Спасибо большое, что ещё больше осложнили мне жизнь. Куда ты пошёл? Тут, кстати, можно осмотреться. Да, Акимыч почти яблый мой должен. Это интересно, по какому курсу? Учитывая, что здесь нас ждёт относительно свет и будущее, я предполагаю, что курс рубля по отношению к доллару и другим валютам немножко уменьшился в поражительную сторону. Но даже если доллар, предположим, стоит, ну, там, я не знаю, 5 рублей, это всё равно похитить какая большая сумма. Учитывая, что мы будем использовать оружие дальнего боя, потому, что как использовать оружие ближнего, я чё-то не вкурил, потому, что бежать и получать по чайнику, не очень-то охота. Увы, этот мод бежит прямо на меня. Да, но это, на самом деле, очень удобно, потому, что если я смог снять с паузы игру через пробел, было бы гораздо удобнее, чёрт возьми. А так мне приходится бежать, подтверждать. Так, вот сейчас не надо хватать розы, потому, что у меня всё ещё сто. Вообще, мы с вами могли все эти три дня проваляться в постели, такая возможность есть. А куда я вообще вышел? Я ещё свою спальню не осмотрел. Вот я гения. Радно, сейчас мы его пристрелим, вернёмся назад. Опять же, в чём проблема? Нет, дальности выстрела. Поэтому ты не можешь точно определить, сколько метров от тебя до противника и не можешь определить, можешь ты выстрелить или нет. Вот. Бегом. Режать, твари. Режать, твари. Режать, твари. Режать, твари. Режать, твари. А мне приходится... Левую пятку ему крикать, чтобы найти. Ну, не делай так, ребята. И таких багов в игре огромное количество. Я, конечно, понимаю, что игра, по сути, и не знаюсь недавно, но вот этот вот баг с сохранениями, меня взбесилищи тогда. Это квиток, это мы уже видели, нам нужно подняться наверх. Куча мусорного рута, как обычно. Но за каждый уровень, за каждый опуск здесь даётся опыт, а опыт это важно. Сироинтелект, нет, сироинтелект мы точно разменивать не будем, в конце концов мы уже учёные. Так что сначала, медикаменты. Навыки. Навыки каждый раз не переходят. По умольчению можно взять два, три, в крайнем случае четыре штуки. Но тут опять же есть один бег по переносу, но он очень поголодный. И именно поэтому его удобно использовать. Кстати, одежды я ни одной не нашёл, вот за первый день ни одной одежды я не нашёл. То есть, не то чтобы они не жили, это просто обычный медик. Смотрим, пристег на руки и беспроводные сведения. Да, Акимыч, ты молодец. Акимыч, ты молодец. Акимыч, ты молодец. Ну, наш герой естественно любит старую, добрую, классическую фантастику. Я и сам люблю Ровкрафта и читаю Ровкрафта. Много читаю Ровкрафта. Также читаю Метро, читаю Пикник на обочине, читаю Скотный двор. Кстати говоря, пытаюсь читать автостоп по галактике, но это, откровенно говоря, я не понял вообще. Так и забросил спустя пару, ну не пару грамм, я там массивер где-то, где-то третий. Но после всего этого понял, что оно явно не моё, не моё оно, товарищи. А вот что касается пикника на обочине, например, что касается Скотного двора, да, да, годная вещь, а при ней она годная. Вот мы можем с вами сейчас на самом деле речь поспать. Можем на самом деле, а речь поспать просто не делать ни хрена эти три дня и понять, чем оно всё кончится. Но всё-таки так просто спрасываться не очень хочется, поэтому мы с вами всё-таки пойдём немножко поработаем. В первую очередь мы, конечно, отправимся в мусорь, набьём там кое-кому морды, достанем там крючок, отошьём кое-кого и уже потом будем ходить по акациям относительно спокойно. Хотя на перемещение пороком требуется время, а машины у нас нет. Наш мотик должен быть чинить вот этот вот чар, которому мы только что... Да, увы, починить её просто так не получится. Сейчас соберём коробки и отчаим в сторону музея. Аким живёт в сочинских горах, и что он делает в такой хородраге, в такой лёгкой курточке, я особо... Собираем всё, что было. Вот эти вот спреи и всё, вот это вот оно, конечно, работает, но такое ощущение, что не работает, потому что работает слишком так нам куда. Из этой акации есть три выхода. Вот первый выход. Да. Самих акаций тут немного, но я так понимаю, что участвовать нам предстоит не только в сочах, но и... Вот, собственно... Ну, а на фейерсе сразу к Дому Механика что там? Ох, нифига себе! Так, ладно. Сейчас сюда? Так, ну что, царь Давид? Говорить с неименными персонажами не имеет никакого смысла, потому что они... ничего не скажут, ни роботы, ни люди, а вот этот единственный торговец, которого я видел. Здесь где-то ещё коробочка должна быть одна. Аптечка-подорожник. И я... Уже говорил. Шуточек из этого я заряда вы тут ещё на... Так, у меня сколько денег? У меня 400 рубриков. В принципе... В принципе... Мы... Можем вызвать такси... Сим сократить путешествие отсюда... До... Сим сократить путешествие отсюда до музея. Но, увы, стоит это слишком дорого. А деньги всё равно нужны. Ну, вообще, вот здесь есть проверка на хаизму. Ну, она нихрена не работает. Зачем здесь проверка на хаизму? Ну, смотрите. В первую очередь... Вот я бы хотел купить вот этот вот пестик, чтобы посмотреть, на что он вообще способен. Ну, плодорак Сая... Я просто... Думаю, какими патронами он стреляет. Потому что если он стреляет такими же патронами... Увы, купить его... Если можно, то проще. А премия тратить не могу. Вот эти ячейки надо купить сразу. И если вы обратите внимание на ещё один... Очень неудобное решение, что приходится покупать по одному. Нельзя... Поразунок взять и купить на все деньги сразу. И делать это приходится после каждого перезапуска. Потому что ничего у тебя не остаётся. Нет какого-то, знаете, позиторонного, межизмерного хранища, в котором... Хранится всё то, ну и, по крайней мере, часть того, что ты успел нарутать. А тебе приходится всё это покупать снова и снова и снова и снова и снова. И это бесит. Это не развлекает. Это бесит. Это оттягивает геймпель. Это накручивает часы. Я всё купил, что мог. Ну, я сейчас скажу, где тавао уже начистит. И всё. Да... Субтитры делал DimaTorzok Он будет заканчен, потому что причин оставаться дольше, а зачистка музея потребует некоторого времени, а зачистить музей надо, потому что, опять же, дробовик. Как только ты первый раз посещаешь Рокацию, ты узнаешь маршрут и можешь путешествовать в неё уже без какого-либо особого маршрута. Но, увы, эти маршруты не сохраняются после перезапуска, и тебе приходится тратить время, искать пути и убивать врагов, которые перегораживают определённые Рокации. Вот здесь, например, я не был ещё ни разу вот на этом пирсе, потому что вот здесь, с этой стороны, стоит шушера, которая может дать по щам очень бойное. То есть убивать всех врагов на Рокации может и имеет смысл, потому что за каждого поряженного врага здесь даётся опыт. Ну, учитывая, что каждый раз они возрождаются заново, а мало того, каждый день цикла, приходят всё новые и новые упыли, и если ты не убил предыдущий раз, их становится всё больше и больше и больше. И это, откровенно говоря, бесит. Радно, пойдём. Музей, 10 часов утра первого дня. Если я не ошибаюсь, тут тоже коробки должны быть. Эх, я же барахрот, и не про даром, получается. Продавать-то можно, забывать об этом только не надо. Продавать. Так. Я забыл продать ему всякий мусор. Но всё равно мы должны будем вернуться домой после того, как побудем здесь, чтобы установить контакт с кое-каким. Опять же можно попробовать к ней подкатить, но, блин, Аким, ты в этой ночах хоть поблиёшься, что ли? Хамить не будем, поэтому... Поэтому да. Ну как он мог здесь не быть, если он часть программы отражения? Он должен был здесь быть? Это вне всякого сомнения. Что-то второй коробки я не вижу, хотя она, по сути, должна здесь быть. Где-то я её находил, но, на самом деле, учитывая, какая там ерунда периодически попадается, мне, коренно говоря, и нево её искать. Вот так вот. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok